Уважаемые читатели, отдел по работе с незрячими и слабовидящими гражданами представляет вашему вниманию очередной выпуск будней нашей области. Газета «Наша газета» за номером 18 от 4 мая 2023 года. Когда рта не раскрыть, о чем говорят щелчки в челюсти, чем они опасны? Казалось бы, что такого в том, что челюсть иногда хрустит и щелкает при открытии? Врачи говорят, что если появились хрусты и щелчки, надо экстренно бежать к стоматологу, ведь это очень тревожный признак. Когда начинает хрустеть и щелкать челюсть, сразу же надо заподозрить проблемы, даже не с зубами, а с челюстным суставом. Игнорировать щелчки и проблемы с суставом – не лучшая идея. Ведь если не лечить, со временем могут быть три варианта проблем, начавшихся из-за дисфункции сустава. Артрит. Здесь развивается воспаление и сильнейший болевой синдром. Артроз. Кроме вышеперечисленного, сопровождается ограничением в открывании рта и изменением суставных поверхностей. Анкилоз. Это самое страшное, что может быть, так как полностью стирается хрящ. Суставная головка и впадина начинают срастаться, что приводит к практическому полному отсутствию движения. То есть человек не может разомкнуть другу вообще. Почему щелчки? Дисфункция сустава – это фактически следствие ряда первопричин. Часто пациенты отмечают, что щелчки раздались, когда они зевнули, широко раскрыли рот, откусили яблоко. Да, это своего рода пусковые механизмы. На деле же проблема лежит глубже и развивается в начало гораздо раньше. Появление щелчков через сигнализирующие о проблемах сустава может приводить и к ряду усложнений, так как из-за дисфункции сустава может развиваться повышенная утомляемость мышц при жевании. Также человек может ощущать скованность в них уже с утра. Что делать? Ни в коем случае не игнорировать. Сразу же надо обращаться к врачу-стоматологу. Специалист проведет комплексное исследование. В него входят следующие методы. МРТ сустава. Причем выполняется томография как с открытым, так и с закрытым ртом. Ведь здесь надо посмотреть, как расположены мышцы, связки, как расположен диск, как меняется его положение при открывании рта. КТ. Это необходимо для оценки костных составляющих, структуры костей, височной и нижней челюсти. Анализ зубочелестной системы. Изучается положение зубов. Проводится кондиолография исследования, определяющая, какие есть движения в суставе, какие из них патологические и неправильные, какие правильные. Как исправить? План терапии ситуации, когда начинает щелкать челюсть, включает в себя несколько этапов. Первое, это в любом случае профессиональная гигиена полости рта, санация. Следующим шагом становится сплинтерапия. С помощью специальной пластины улучшает тонус мышц, делает его более правильным. Далее, надо будет решить первопричину. Это может быть ортодентическое лечение, установка брекетов или других систем. Или ортопедическое лечение, установка имплантов, коронок, накладок. Опять же, требуется кондиолография, по результатам которой лечение будет идти максимально точно. И тогда уйдет дислокация диска, а также все те неприятные ощущения, которые могли быть, и осложнения, вызываемые смещением суставов. Субтитры создавал DimaTorzok